всем привет дорогие подписчики всем кто смотрит мой ролик также хочу напомнить про моих друзей федеральной юридической компании не быть должником ребята за 13 лет писали полмиллиарда долгов и освободили примерно три с половиной тысячи человек от долгового рабства и это только начало ребята берут сложные случаи если вам нужно сохранить ваш доход если вам нужно спасти автокредит если у вас не дай бог ипотека ребята подберут условия именно для вас задайте им вопрос в телеграм-бот указанный ниже и именно для вас юристы компании найдут подходящие для вас решение а по промо коду я продамара вы дополнительно получите 5000 рублей скидки на первый платеж спешите подписаться на youtube канал ребята только начинают свою роль на ютубе но у них безусловно большое будущее делайте все чтобы не быть должником а ребята подскажут как именно это сделать все погнали смотреть ролик один звонок за неделю до слушал как вас зовут меня зовут дина 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 это по ней 1 ладно хорошо я не знаю как представишься нормально так и все это будет ты по какому поводу звонишь а я вас прошу передать руку клиента у нас есть персонально нормально как следуйте фамилия имя отчество должность или пойти на мужской половой орган я вам представилась меня зовут динара динара это как шер или мадонна я правильно понимаю вы можете принимать как вам удобно представляется мадонна а ты представляешься динарой да на самом деле ты суходрищево гульфиязеля пуповна правда я понял если вам так удобно ладно сходрищево что ты хотел как я передам сейчас я подойду к трубку к трубке скажу служителю с уходрищево звонит она же меня на смех поднимет нет нет никаких суходрищевых не заказывали я с вами корректно общаюсь и так я с тобой вы не совсем корректно общаетесь можно ли как-то прикрепить и диалога вот можно 1 2 3 а то тут я не буду учить элементарным общением просто перейти корректным общением я говорю если вам надо будет удача на руку сходрищево все представляют кто шер кто мадонна ну что такое ну как вам не стыдно я правильно понимаю передать ручку не можете клиентам нет от суходрищевых и елды бешкиных я не передаю трубку да можно в таком случае ага на сегодня хорошего елды бешкина здравствуйте слушаю компания 495 кредита александр валерьевич звонил услышать викторию александр валерьевич александр валерьевич уже был разговор я понял да 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 давайте прощаться нет давай нахуй пошел да всего тебе добра да после тебя сразу удачи здравствуйте здравствуйте вектор александр валерьевич пеленов 495 кредит компания викторию александровна позовите к телефону а что ты через губу больше не разговариваешь обычно ваши вот так разговаривают позовите быстро викторию александровну я так не говорю ну а почему ты так не говоришь мне контакт на ютубе пиздельник мы с вами работают любопытных носей не ловишь так мы сунта в этом плитку закончили класть или чего вы там кладете я ничего не кладу я тебе только на голову я могу честно признаюсь как воробей так вы еще и воробей слово не воробей до головы не назвал я понял ну давайте там занимайтесь викторию александровну здравствуйте здравствуйте федор петрович что вы хотели меня зовут фуфай выксерин шергиевна он как а всегда в плюсе кнопка деньги разговор запиши викторию александровна я могу совсем звонить она уже в плюсе деньги дали вы ее же чего звонить теперь но деньги у меня здесь она всегда в плюсе все спасибо всего доброго каком плюсе дайте ей трубку вы кто она в таком плюсе это в плюсом таком когда крестиком рисует это плюс называется чем дайте трубку видеть ты не знаешь какое виды потому что такое плюсик пыкать не надо получился от тебя 1 класса за пьянку и не говорю мне не надо велики на крики и приобретают оба ума лучше и формация оставляйте по срочке я не знаю вы купили вчера батарейки слуховой аппарат скажите пожалуйста номер телефона на который я звоню на телефон на который ты звонишь принадлежит елды бешкина глафире петровне очень хорошо знакома да очень хорошо знакома но сейчас этот номер поднажет елды бешкина она продала его телефонами я собственно елды бешкина вера викторовна да она мне приходится знакомой родственницей вот эти родственники не знакомой а есть родственники знакомые скажите пожалуйста А номер телефона подсказать сможете? Не, не телефон подсказать, она же продала его мне, Елдыберкина и Глафире Петровне. Нет, у нее уже, наверное, какой-то другой номер. И как и чем он, и она же в горы ушла, там, в горы, высоко в горах, на Невересте, на Джамалунгме, там, 7000 метров. А я вас поняла, всего доброго, до свидания. Ага, всего тебе доброго, солнышко, будь здорова. Да, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, как я могу услышать, Геннадьевна? Не знаю, как ты обычно слышишь. Ухом, попой, чем ты обычно слышишь? Как вообще, все хорошо? У меня, слава богу, да, спасибо, что успокоишь. Не, совершенно не беспокоюсь, мужской голос. Я бы давайте присправлюсь, и все-таки давайте прослежим. Да знаю, я сейчас зубов, чем хотел бы, Сергей Вячеславович, и солист на Левоскальне. Брэд Манезу, и в офисе, да нет, не знаете у меня. А вы часто со всеми наты общаетесь? Со всеми наты я с тобой всегда общаюсь наты, да? Ты не заметила? Да нет, вы поймите правильно, поймите правильно другое. Наты общаются обычно с близкими людьми, которым я не знаю. А, ну ты же мне уже, другой родственник, ты мне так часто звонишь. Наверное, в силу своего незнания вам не часто звонят. Вот у меня только за последнюю неделю четыре звонка с тобой будут стоять, чем ролики на ютубе. Ролики на ютубе, о, боже мой, в ютуб смотрится. Переходим. Понятно, да, вот и все. Переходим. Так ладно, товарищ, который не имеет особо разговаривать, очень госпитно. Дин Градин, могу слышать? Я не знаю, может ты ее слышать? Нет, я не в курсе. Ну, ясно, ладно. Так кто ему вот или или в голову был в вопрос? Такого желания общаться нет. Послушайте меня, товарищ мужской голос. Слушаю тебя, товарищ женский голос. Нет, не минуту времени тратить. Вы чувствуете свою значимость, да? Я чувствую. Добрый день. Литвэр Александрович. А как он сейчас, ты Александрович? Компания 495-кредит. А, Елена Васильевна Елдебешкина опять звонит, я понял, слушаю вас. Кто еще раз? Ну, мне сегодня звонила 495-кредит Елена Васильевна Елдебешкина. Это ты или не ты? А вы всегда не хотите прийти в этот бред? Я не хочу в тебя прийти, остальное не было. Ваша супруга или девушка, или кто она вам является? Она мне или кто, да, вы пришедете праву. Вы бабушка, я сен хуй. Никто. Да. В сумму ответственность совсем прийти в себя. Виктория Александровна, сам спрашиваю. Здравствуйте, неизвестно, наверное, почему вы ходите. Позвольте представлюсь, микрокредитная компания «Конго». Меня зовут Мещерякова Яна Вячеславовна, идет в записи разговора. Была уверена, что, слушаю, Викторию Александровну, если вам... Ну, вот видите, а слышите, вы к отобойне «Солнышко». Вы уверены были. Слушаю, что вы хотите? Можете передать Викторию Александровне? Нет, она сейчас занята, она на скотобойне у нас сейчас работает. Занята она. Голову коровам отрывает. Не сможете передать половину? Нет, сейчас не смогу, я боюсь к ней подходить, а то еще мне голову оторвет. Она на смене в данный момент. Поняла. Всего доброго. Здравствуйте. Слушаю вас, Сова. Здравствуйте, какая SMS-финанса, бренд SMS-финанса, дело взыскания. Меня зовут Рубачева Ивана Викторовна, разговор записывает Денис Александрович. Денис Александрович, внимательно вас слушаю. 64 дня находитесь на просрочке, деньги компании, почему не возвращаете? А у меня Катька с Владимиром и Димочкой с Уриков деньги отобрали. Я вам нес, уже бежал, прям волосы назад были. Как некрасиво с вашей стороны вроде взрослый мужчина диспансорирован. А тут они как на весель, как напынули, хей наней наней. Денис Александрович не получилось, жаль вас прощать. Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Слушаю вас, неизвестный мужчина. Сергей Эдуардович. Это МФК, займер до судебного отдела. Меня зовут Кохотский Вадим Валерьевич, разговор записывается. У вас в нашей компании просроченные задолженности, помните об этом? Да нет, конечно, забыл, еще я ерунде всякой помнить буду. Я вам напомню, у вас 66 дней уже просроченные задолженности. Ага, и что? 39 757 рублей, 70 копеек, сумма оставляет к вам. Расскажите, пожалуйста, о своих намерениях по данному займу. О своих намерениях в плане я не очень понимаю вопросов. По данной просроченной задолженности. А по данной просроченной задолженности? Ну, не знаю, взять большой морской половой орган и положить сверху на эту данную просрочную задолженность. Сергей Эдуардович, вы понимаете, что денежные средства вам придется вернуть так или иначе? Ну, понимаю, конечно, если я могу. Я когда вынимаю, я всегда понимаю. К чему в таком случае своим бездействием и вот таким неконструктивным... Очень люблю бездействовать, а что-то конструктивное или неконструктивное, ты мне никак критерий не скажешь, не ты, не твои коллеги. Вот, добиваетесь. Какой цели вы добиваетесь, объясните? Пытаюсь понять, что такое конструктивный диалог когда-нибудь из ваших говяжьих голов. Скажут мне критерии? Вот непосредственно, да, банки, которые поступают из наших компаний, мы пытаемся урегулировать, договорить. Нет, вы пытаетесь мне объяснить, даже не пытаетесь объяснить, что такое конструктивный диалог. А я вот хочу узнать, что такое конструктивный диалог. Ну, как минимум, без оскорблений, без перебиваний. Я сейчас не начинал оскорблять. Просто говоря, все-таки диалог. Диалог, да. Да, один человек задает вопрос, да, другой отвечает. Хорошо, давай, давай, двоя очередь. Это диалог конструктивный, Сергей Эдуардович, соответственно. Так, все-таки, ну, к какой цели вы пытаетесь добиться? Я же отвечаю, что мы никакие цели не преследуем. Я на эту задолженность клал. Понимаете? Большой мужской половой орган. Вы прекрасно понимаете, что вернуть вам придется в любом случае. Конечно, придется, естественно. Так, в чем суть? Смотрите, в судебном порядке, да, эта сумма будет гораздо больше. Прекрасно. Я же хочу вам больше вернуть. Я же о вас заботюсь, благодетели мои. Нет, одни компании, да, вы всю сумму вернете. А вот судебный издержки и исполнительский сбор, это... Все, отлично. Я мечтал вернуть судебный издержки и исполнительский сбор. Вот только вот думал, как кому бы еще дело не было платить. То есть, вот смотрите, я, к примеру, да, вот на данном этапе мы вам со скидкой, как клиенту, несмотря на то, что вы пытаетесь хамить как-то... Ну, я даже не пытаюсь. Готово данный заим? Готово, послушайте. Данный заим закрытся скидкой всего за 28 тысяч рублей. То есть, в вашем случае получается почти 12 тысяч рублей, вы можете сэкономить. Ну, вот когда будет за 12 тысяч зато и тогда и позвони. Сергей Дорогович, ну, то, о чем вы сейчас говорите, вы только заим оформляете. Ну, отлично, вот 12 вам отдать и нормально, хорошая сделка, мне кажется. Я понял. Ну, не хотите, Сергей Дорогович. Так я же хочу, давай 12, когда будет, позвоним мне, я тут закрою. Судебные приставы. Ну, судебные приставы, с нетержением, отлично. Судебные, счета ваш арестовывать. А, ведь он найдет мои счета, пусть арестовывают, конечно. Может, и мне там чуть-чуть перепадет на моих пустых счетах. Не переживай, Сергей Дорогович, не переживай. Все, с нетерствением, что там полные не найдут мои счета, которых нет. А по улице Согласия, да успокойтесь, успокойтесь. По улице Согласия в городе Калининград у вас кто проживает? А я же вам поговорю, что я с улицы Согласия переехал на улицу протеста. Вы не так и не зафиксировали? Я вас понял, Сергей Дорогович. Ну, если какой понятный умница, какой понятный. Ага, ну все, я жду судебных приставов. Судебных приставов все отдам. С нетерпением жду. Компания MoneyMan, меня зовут Иванов Денис Александрович. Слушаю вас, Иванов Денис Александрович. Викторию Александровну по данному номеру я могу услышать? А зачем? Она тебе нужна. Должны были сейчас до нее дозвониться и информацию предоставить. А зачем мне ей информацию предоставлять? Я не собирался вам ее информацию предоставлять. Ну не представляю, что я когда позвонил. Вы слышали, что я вам только что сказал? А, и зачем же ты позвонил? Вы тот же вопрос сейчас задали. Ты что-то хочешь-то? Вы меня не слушали или не хотели? Я не слушаю, ты мне не интересен. В таком случае, как будете настроены на диалог, Смотрите, настройки вы по номеру горячей линии. Ну вы же не настроены на диалог, правильно. Значит, свяжемся с вами позднее. Всего доброго. Всего доброго. Никун Сергей Николаевич, отдел выездного взыскания компании МИК-кредит. Скажите, Виктор Александровна, вот мне бы ее услышать. А так зачем? Ты же выездной отдел, выезжая, она дома. Это ее номер мобильный? Может быть. Нет, хотелось бы с ней пообщаться. Так а зачем? Подъезжай, подъедешь, пообщаешься. Ты же выездной отдел. Мы с вами на «в» общаемся. Я с тобой на «ты» общаюсь. Информации доведите, чтобы вышла на «ты» общаюсь. Да, подъедешь, доведешь там давай. Ждем тебя. Доведенный раз власть, она дома. Либо решить проблему. Час, тебе хватит доехать? Или пару часов надо? Мы с вами не конфликтовать звоним. Конечно, ты бы не желаешь подъедеть, заодно пивка завезешь мне. Пару бутылочек, давай трубы горят. Зря вы только откажетесь, уважаемый. Ага, ну все, жду. Тебе пару часов хватит доехать? Все, жду, доехать. Информации доводите. Нерешенный вопрос у нас у нас. Все, приедешь, доведешь, грибок. Виктория Александровна. Добрый день, Федор Петрович, слушаю вас. Федор Петрович, это компания «Верита» с Мазлова. Марина Викторовна, специалист отдела «Закония». Работаем по сайтам, разговор записывается. Как нам услышать о Викторию Александровне? А как мне услышать Федора Петровича Делепупенко? Вы звоните с его номера. Не подскажете, как услышать его можно? Вы информацию воспринимаете? А вы? Виктория Александровна, как услышать? Федор Петрович, Делепупенко, как услышать? Вы не воспринимаете информацию? Информацию вы не воспринимаете. Это вы не воспринимаете. Углаживаете с его номера. Кредит плюс, Амфакая Кофенанс. Сергей Эдуардович, здорово. Слушаю вас, заслушайте. Кредит плюс, Амфакая Кофенанс. А вы Сергей Эдуардович, здорово. Он сам, да, я же уже назвал. Что ж, не слышите? Меня зовут Утина Дек Владимирович, звонки у нас под запись ведутся. До этого мы уже связывались с нашей компанией по поводу вашей задержанности оплаты. Напомню, у вас уже 20-й день, самодолго на данный момент 13 834 рублей. Напомните, пожалуйста, почему не можете ваш платеж закрыть? А вы что, не зафиксировали опять, что ли? В прошлый раз спрашивали? Вам сообщали, что, к сожалению, ваш договор уже находится на рассмотрении, на передачу... Ну, все, пусть осматривают и передают, в чем дело, что до сих пор тормозить. А, то это вы оплачивать не собираетесь, получается, да? Так я же вам уже раз 50 рассказывал, что не собираюсь. Так а почему? Нет, вы по-разному говорите. То вы с нашей компанией договоритесь, что оплатите... Я с вами договариваюсь, потому что вы пьяный, наверное, были. Нет, и ваши сотрудники нет. Я никогда не договариваюсь. Я вчера всегда славал вас на мужской половой орган. А, то есть, получается, вы в нашей компании деньги украли, да? То есть, вы сама чем-то... Ну, это же уголовное, ты же меня в уголовном преступлении обвиняешь. Кража – это не та статья, не подходит она. Почему? Так и есть, Сергей Эдуардович. Почему? То есть, вы с нашей компанией заключили юридический договор, да? То есть, вы взяли деньги на время и обязаны, чтобы не вернуть в сроки. То есть, вы этого не сделали, сейчас вам заявляете, что вы платить не будете, да, получается? Значит, совершайте мошеннические действия второй нашей компании. А, ну, так ты запиши заявление, конечно, про органы, что я с вашим... Я правильно понял, Сергей Эдуардович? Я правильно понял? Я не знаю, как ты понял, я же не твой психиатр. Я вас спрашиваю, то есть, значит, вы деньги... Почему? Вы на каком основании, то есть, да, на законном вы имеете право... А я без оснований деньги удерживаю, да, я их связал и удерживаю, они прозвали меня. Да, ну, хорошо, тогда подтвердите, подавьте телефон в разговор, чтобы вы безусловно взяли денежные средства с целью невозврата. Невозврата, да, блин, тут у меня дети говорят, не могу сказать на что. На женщин с специальной ответственностью и наркотики я взял деньги. Я вас не спрашиваю, у нас вы их потратили, то есть... Вы же меня спрашиваете, зачем вы взяли деньги, разврат или нет? Я не спрашиваю, у вас что, у вас какие-то проблемы со слухом или что? Я вас просил, на каком основании вы думаете, что вы деньги не вернете? А я же без оснований не думаю, что я их не верну, я же взял их с целью разврата. Да мне плевать, на что вы вязали, понимаете? Ну, слушайте, звонить-то не плюсь, не надо плеваться, что ты, ну, зачем ты плюешь? Если бать, то деньги через коллекторское агентство, если не через них, то через суд, понимаете? Все, коллекторское агентство обязательно, да, с нетерпением, между самых злых и страшных плетками на главной площади, хочу, чтобы меня избили. Будь любезен. Ускорь, пожалуйста, завтра, не могут избить меня плетками на главной площади? Да, очень хочу. Ускорь, банкротство, да, получается? Я, я, зачем мне 150 тысяч платить? Чего еще раз? Зачем мне платить 150 тысяч за банкротство, если у меня черная зарплата? Ты еб... не могу этого слова сказать в магазине. А чего так? Ну, я в магазине, у меня 10 тут, я не мог сказать. Я говорю, ты ебнулся, что ли, 150 тысяч? За банкротство. У меня зарплата черная. Сергей Эдуардович. Что ты хочешь, солнышко? Так коллекторы приедут меня зато плетками бить или нет, я не понял. Никто к вам не приедет, Сергей Эдуардович. А почему? Не переживайте. Ты же мне обещал. А зачем вам это? Я уже настроил. Я вам обещал. Я вам обещал. Когда это я вам это обещал, Сергей Эдуардович? Вы дедушка, ясен хуй. Понятно. Хорошо, Сергей Эдуардович. За ваш договор передам в кальтерское агентство, да? То есть у вас адрес вашего проживания-то не изменился? Там же, да, проживаете? Адрес не изменился. Ты там же подъезжай заодно и билетик тебе продам на шоу. Подмотрю. Как меня плетками бить будут. Где проживаете-то? Где проживаете-то, укажите. Еще там же проживаю, где проживал. Ну, где? Где? Там, там. В ПИП. Прибал. Где там-то? Я спросил. Вот там же. Вот там же. Вот именно там, где проживал. Где? В каком городе-то хотя бы? В каком-то городе. В большом, широком. В каком. Нашей необъятной родины. Вы сразу как-то, мне кажется, испугались, да? Ой, вообще боюсь тебя, что ты такой страшный. Я прям стою и боюсь прям тебя по телефону. Прям вот трясусь от страшного просто. Ты же мне коллекторское агентство обещал. Самое злое, страшное, оно что-то не едет. Или ты пиздяешь? Почему есть официальное коллекторское агентство? Ты, наверное, наврал, напиздил. Да, вы, наверное, насмотрели фильмы, да? То есть, или что, Сергей Эдуардович? Да, как это там, бригада приедет? Трепидор, адвокат. Да, вот я их жду. Будь убеден. Ну, сколько, пожалуйста. Как вы думаете, работает коллекторское агентство, Сергей Эдуардович? Вы живете в каких-то сказках, понимаете, да? В каких сказках? О чем? Так ты же мне обещал сам коллекторское агентство. Ты почему пиздобол такой? Не приедет коллекторское агентство? Так что уезжаешь, что он вам приедет? Как ты мне обещал, что передашь меня злым и сразу коллектором? Ну, да. Ну, да. Сама вашего долга будет увеличена в полтора раза. Все, вы сейчас перед ним ускорить, пожалуйста. Если вы к фейссорам не оплатите, то будет, да, уже через этот вопрос решаться на ваших счетах, понимаете? Все отлично, замечательно. Я все-таки не буду в счетливом. Вы этого и добиваете, сразу так скажите. Да, именно этого я и добиваюсь. Прямо так тебе и говорю. Ну, понятно. Но в любом случае, вы не имеете права на такое решение. А, я не имею права, я не имею права, я не имею. Компании вы заключили договор. Напомню, вы имеете право не платить, только в двух случаях. В смерти клиента, либо в сущих глобальных стихийных бедствий. А на остальные будут ваши личные проблемы. А на остальные там помните, что если я положу к фирму этот договор, мужской право орган не имел в виду. Я вам советую, позвонить своей маме, да? Сергей Эдуардович, я вам советую, позвонить своей маме. Пусть она вас выручит, деньги вам займут. Да, мне телефон свою, я и пробую не выручаю. Пусть они вас выручают. Если вы деньги не вернете, то договор будет передан в хайперовское агентство, да, будете его намного больше переплативать. Я уже минут 10 разу передать, но коллега с Киргей Эдуардовичем. Почему еще не передал без денег? Вы в нашей компании деньги взяли на время, да? Вы, честно говоря, там не заработали. Да, я уже не могу сказать. Чтобы у вас были деньги, чтобы вы у вас больше не попрошайничали. Поняли меня, Сергей Эдуардович? А, ну вы у меня больше не попрошайничали. Ну ладно. Привет, уважаемый должник. На связи вы дома. Как вы знаете, когда увеличивается срок просрочки, переходит до 45-50 день, звонки стихают к вашей радости. Но к вашему огорчению начинают появляться судебные приказы. Что это такое, я думаю, нет необходимости объяснять. Документ, выносимый судьей с абсолютно любой суммой, который подал заявление вашей кредиторой. Судебные приказы летят пачками, если у вас не одно им повладить в 15-20. Поэтому о них мы узнаем иногда, когда в кассе супермаркета не хватает денег, потому что пристав начал с писания, или судебный приказ отнести напрямую в банк. Знакомая ситуация. Уверен, что знакомая. Поэтому специально для тех, у кого такая ситуация была, а также для тех, кто не хочет допустить такую ситуацию, предлагаю свою новую услугу, точнее она не новая, мониторинг судебного приказа. На вашем судебном участке приказ будет мной найден. По вашей фамилии, по адресу регистрации составлена отмена. Распечатана отмена, если дадите свою подпись, и при желании отмена будет отправлена на почту. Эта услуга необходима буквально 2-3, от силы 4 месяца, в зависимости от вашего кредитора. Если у вас их много, ну где-то около 4 месяцев. И если 4 месяца, вы точно будете знать, что ни один судебный приказ с вами не будет пропущен. После отмены, в конечном счете, конечно же, все пойдут в суд с исковым заявлением, но там уже есть возможность бодаться, приводить возражения. Или просто получив исковое, начать опрятать свой белый доход. Поэтому обращайтесь, чуть дальше появится картинка моего сайта, куда можно обратиться, а также в телеграм-блот, куда можно заказать там новые услуги. Всем пока, продолжаем смотреть ролик. Здравствуйте, Ставь Денис Александрович. Здравствуйте, Елена Васильевна, Зелепуппинга. Слушаю вас. Извиняюсь, а голоса вашего не услышал. Я представлюсь, меня зовут Овск Интон Юрьевич, микрокредитная компания «Конго». Видите, за запись разговора просто указано, что я с Денисом Александровичем могу связаться. Так, вы говорите, пожалуйста, да, я с Денисом Александровичем перед вами. Хорошо. Столик безопасности ваших персональных данных можете назвать до вашего рождения? Столик безопасности ваших персональных данных можешь назвать, размен от твоего члена. и цвет трусов. Я должен сравнить с размерами компании «Конго». Вот я должен сравнить с именно ты. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверестон», спецерна Омова Елена Анатольевна. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Вера Викторовна, пригласите, пожалуйста, к телефону? Нет, не приглашу. А что так? Она куриц гоняет по курятнику. А кривляние это все, что вы достигнутое? Ну какое кривляние? Ну ушла гонять, у нас 2 гектара курятник, пока она там куриц погонит. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Хатистян Сузанна Григорьевна. Звонок выступает из компании «МКК». С тебя включат, кнопка «Деньги». Разговор запущивается. Сергей Эдуардович? Сергей Эдуардович, да, слушаю вас. У вас восьмой день просрочек в нашей компании «Долг» составляет 15700 рублей 64 копейки. По требованию организации оплата должна быть сегодня. Во сколько она поступает? Ну я не знаю, вы вечером спросите у оплаты, во сколько она поступает? Что вечером? У оплаты вечером спросите, позвоните, я вам телефон оставлю. Так это не вы? Оплата, это да, в оплате позвоните и спросите. Мы без звонить никому не будем, мы сейчас с вами общаемся. Тогда всего вам доброго, вы не знаете, что-то вам не имеют. Нет, не всего доброго, я с вами не закончила диалог. Ясно, мы не закончили. Вопрос, как вы сегодня будете решать? Так я-то не буду сегодня в оплате позвонить вечером. Кому мы звоните должны, я понять не могу. Мы звоним сейчас, Сергей Эдуардович, это вы? На столом плесе прощемило, что ли? Аккуратнее, не ёржай. Так это вы или нет, Сергей Эдуардович? Да, это я или нет, да, вы правы совершенно. Ясно, к диалогу вы не... Здравствуйте. Здравствуйте. Канклани Эверет, меня зовут Матюшенкова, Ирина Александровна. Матюшенкова, знаем тебя, да, сто лет я не слышал. Рад, что ты жива ещё, да, старая. Кем приходится вам? Кем приходится? Она мне приходится Рыжакиной, Инна Викторовна. Вы плохо слышащий человек? Я очень плохо слышащий человек. Я не купил, а я не купил, а нам другие японские. Мужчина, вы себя хорошо чувствуете? Да плохо, я чувствую, ты можешь приехать полечить меня в коротеньком калатике. Канклани Эдуардович, Татьяна Александровна, кем приходится вам? Яна Александровна уже лечила меня сегодня, давай теперь твоя очередь подъезжать и лечить меня. Настроитесь на общине, примите ещё. Ага, ну всё, да. Что у вас было? Алло. Алло. Компания Маня Мэн, меня зовут Оськова, Елена Геннадьевна. Зина Геннадьевна, мы живём её? Нет, не можете. Знакома она вам? Она в поход ушла. Хорошо, есть возможность передать ей информацию? Ну, вместе через три вернётся, да, когда из тайги, там это самое можете передать. Хорошо, сейчас номер готовы записывать в нашу компанию? А мне не нужен мной номер телефона, она вернётся к моему году. Ну, сейчас о чём говорится? Я сейчас говорю о том, что она ушла в поход. Она пошла без телефона, да? Конечно. Ну, мужчина, компания за луждение не вводится, мы ещё раз... Я ничего не собираюсь вводить, я так выбрезаю, чтобы кашёлку было нарастись. Возьмёт трубку, на диалог настраивать... Ты там на столом кре... Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Верестин, спецэль Чарномазова, Инна Юрьевна, я вас информировала за все разговоры. Слушайте, пожалуйста, полуманно-виктором, наверное, человеком знаком? Очень может быть. Она ваша родственница, да? А ваша? Моя нет. А что, что тогда звоните, раз мне ваша родственница? Можете подсказать, как связаться, либо наш номер и передать, чтобы она нас звонила? Слушайте, конечно, она дома. Передайте, пусть выйдет на связь по данному номеру, либо номер 8-800-149-37. До свидания. Алло. Слушаю вас. Добрый день. Заряд в Битбанке, меня зовут Игорь Калинин. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Ко мне можешь обращаться, мой господин. Скажите, пожалуйста, вам знакома Светлана Николаевна? Очень хорошо знакома. А что вы хотели? Кем она вам приходится? Нет, пожалуйста, что-то выяснить. А хотели бы передать ей информацию, чтобы... Подъезжайте, передайте, конечно, она дома по адресу регистрации. Ну, а вы приходите с кем ей? С кем-то прихожусь, у тебя же нет полномочий это выяснять, я же тебе ответил уже. Ну, на вы разговаривайте. Я отказываюсь. Далее, смотрите, передайте информацию, то есть вы отказываетесь передать информацию? Я отказываюсь в просьбе разговаривать на вы. А передать информацию у меня стоит 2 тысячи. Кидай на телефон. Информацию передадите? Все, 2 тысячи жду и передам, конечно. На каком основании? На основании моего желания и установленных цен. Да, а где установлены данные цены? У меня установлены дома. Подъезжай по адресу регистрации, я тебе проезжаю. Ну, вот, что у вас будут установлены далее. Если будет такая возможность, передайте Силану Николаевну информацию, чтобы она связала с Дрэвклисбанком. Имейте важную информацию. Данный номер телефона предоставим как контактный номер телефона для передачи ей информации. Сейчас она не рядом с вами, нет возможности передать ей трубку? Сейчас у нее нет возможности передать мне трубку. Хорошо, я информацию зафиксировала, тогда будет... Здравствуйте. Меня зовут Сулькин. Так, я пусть это бланк. Екатерина Александровна, могу слышать я? Нет, она с Сергеем Гармашем встречается, не пришла еще. Неделю уже встречается. А вы не передадите ее? Нет, они в талате лежат уже, это самое, в запое они, вторую неделю пошла. И она, и Гармашу. Давайте нарколога вызывайте. Всего доброго. Хуже всего Гармашу, он бедняга бульет уже третий день, не остановиться не может. Некорректный разговор до свидания. Ну, хорошее, чем же он некорректный? Если Гармаш обболевал мне все вокруг, вот это некорректное. Еще и Дристать, сейчас пойдет на волну. Все, Дристать, он пошел, все, он вышел из блевотины. Пошел Дристать. Здравствуй. Слушаю, ты кто? Виктория Александровна, можно услышать? Я пока не понял, кто ты? 4,9, 5 кредит на дел взысканий. А, что-то вы зачастили. Виктория Александровна, позовите телефон. Нет, она ушла уже. А куда ушла, как с ней? Вот ушла. В горы ушла. В горы ушла. Да, исследовать растения лютикова трехцветной в горах Авереста. Нет, это все очень смешно. Мне тоже очень нравится, что тебе понравилось. До свидания. Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Вниматель на вас слушает. Меня зовут Бибершева Елена Искаковна. Разговор записывается к моему покручению ООО «МКК» «Вереса» с работающим под брендом «Вереса» по поводу вашей задолженности. А что-то не так с моей задолженностью, подскажите-ка мне. Вот задолженность. А что с ней не так-то? 161 рубль 53 копейки под состоянием на 29 сентября. Ага, хорошо. И чего? Договора 659-17-01-006, а 21 августа 2023 года. Компания выдвинула требования. А куда она его выдвинула? В 2-х часов. Оплата поступает от вас? Я никак не понял, куда она его выдвинула. Вперед, назад? Она никуда не выдвинула. Она выдвинула. Никуда не выдвинула, вы говорите, выдвинула. Вы уж тебя там и не слышите. Я не я, лошадь, не моя. Какая же здесь эта самая тема разговора? Сергей Эдуардович, я вижу, что у нас разговор не получается. Как ты по телефону видишь? Ты бабушку я тин хуй? Ты бабушку я тин хуй? Ты видишь по телефону? Ты Ванга? Смотришь в устальный шар? Здравствуйте. Слушаю вас. Необходимо поговорить с вами Марии Николаевны. Трубочкой передайте, пожалуйста. Ну и зачем вам такая необходимость? В связи с чем вызвана такая необходимость? Ну, потому что мне необходимо с ней поговорить. А ей вот некая необходимость с вами поговорить. Вот она не желает этого делать. Почему? Ну вот... Она даже не знает, кто ей звонит. Не, ну так вот. Потому что поэтому не хочет. Очень интересно. Меня зовут Маврика Елена Сергеевна. Ведется запись разговора. Звоню из ЗУК по поручению МФК Орландска. Как зовут вас? Почему ответили на ее телефон? Слушайте, правильно она делает, что не хочет. Все правильно. Как зовут вас? Почему ответили на ее телефон? Меня как-то зовут, и я почему-то ответил на ее телефон. Ну как мы с диалогом настроились перезвонить? Приветствую. Вы знаете Кристину Айковну? Очень хорошо знаю. Милейшая девушка. Что вы хотели? Елена, она вам приходится. У вас нет полномочий это выяснять. Ну, мои полномочия гораздо выше, чем вы думаете. О, это ты что? Вопрос. Я вам слышу. Серьезно. Уважаемый, берите, пожалуйста, эту телефон. Что неуважаемый? Слушаю тебя. Теперь официант Дилутон, и смотрите на вопрос. Это ты мне сейчас указания сдаешь, да, Антош? Уважаемый. Неуважаемый, слушай. Вы не находитесь в части нашего общества, да? В каком части нашего общества? Ты вынь посторонний предмет изоставить, я не слышу. Антош? Не, я не знаю. Разговоры откликающие. Все, нахуй пошел. Я могу видеть Викторию Александровну? Нет. Вам такая знакомая? Очень может быть. Звонок из компании Кредита 24. Меня зовут Дерих Валентин Сергеевич. Скажите, пожалуйста, есть возможность ей передать информацию? Очень может быть. Сколько платишь за это? Я не совсем понял значение того, что вы сказали. Ну, сочувствую тебе. Надо книжечки почитать, повысить уровень образования. Повторите, пожалуйста. Я вас попросил, чтобы целиком всю картину представить. Я говорю, сколько платишь за передачу информации? Глуха это тетеря. А что, это какая-то дорогостоящая услуга? Конечно. Две тысячи рублей у меня стоит. Ты не знал, что ли? Ну, это по факту столько не стоит. Ценности... Ну, не стоит тогда для тебя с скидкой, ладно, тысячу рублей. Так и быть, если ты нищеброд, я же не знал об этом. Нет. Дело не в этом. Дело ценный. Как таковой, то, что вы сейчас озвучили, это совершенно не по делу, то, что вы сейчас сказали. Просто передать человеку информацию за этим... Ага, за это стоит две тысячи рублей, но для тебя нещеброда с скидкой, да. Я думаю, дело в том, что вы можете эти разговоры отбросить, это уже ваше... Ну, отбросить, конечно, а могу не отбросить. Это может быть не основано. Но это уже дело ваше, сбрасывать, не отбрасывать. Дело в том, что Витория Александровна указала этот номер в качестве контактного. Дело в том, что ты на заборе указала этот номер в качестве лучших проституток Москвы. Ты в сауну подъедешь сегодня или нет? Я просто уточняю. Ни к чему еще, совершенно уточняю. Я вас понял. Ну, если ты меня понял, отлично. Я рада понять, что вы такое знаете, вы ответили по ее номеру, и ясно вообще на вопросы не отвечаете. Ну, я не знаю, что ты позвонил тогда. Ты идешь на муштой половой орган, все, тебе хорошего, счастливого пути. Потому что Виктория Александровна указала этот номер как... Ну, у нас, знаешь, на заборе твой номер я вчера указал как лучшие проститутки Москвы, а ты вот в сауну не хочешь ехать сегодня. Слушаю вас, кто вас? Никун Сергей Николаевич, отдела выездного взыскания компании МИК, кредит Виктория Александровна. Вот не бы ее услышать. Он ждет, вас падает в регистрацию, подъезжает. Информацию, пожалуйста, передайте, пусть выйдет. Подъедет, сами передадите, зачем ей нужно. Либо решит проблему. Нерешенный вопрос финансового плана остается. Ну, подъезжай, решишь проблему, да, на месте, да. Все. Ждем тебя. Информацию и доводите. Да, ждем тебя, сам доведешь. Могут быть негативные последствия, предусмотренные. Да, вот через час скажу, вот все это и расскажешь. Доводите человеку информацию, это ее мобильный, да, ну, вертельный? Я не знаю, подъедешь, разберешься. Ты же выездной отдел, что-то сидишь, пиздишь. С тебя на мотальном там. Зря вы так общаетесь, уважаемый. Ну вот подъедешь мне, ты скажешь, что я зря так общаюсь. Информацию доводите для человека. Все, ждем тебя через час, давай. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Ларион Николаевич, это микрофинансовая компания «Зайнер». Белсуги 1-1, меня зовут Майгов Сергей Петрович. Наш разговор записывается. У вас задолженность нашей компании 64 дня, помните? Ага, хорошо. Нет, не помню, конечно, забыл. 53 346 рублей 52 копеек, общая сумма долга. Как намерено решать вопрос задолженности? Я вам позавчера отвечал, вы не зафиксировали опять, что ли, что никак? А можете еще раз повторить? А зачем? Я попугай, что ли, повторять вам каждый раз? Позавчера мы не разговаривали. Ну, значит, два дня назад, после, я записываю, что ли. Даже два дня назад не разговаривали? Ну, неважно. Короче, я вам уже отвечал, что никак не намерен ее решать, раз вы не фиксируете, зафиксируете еще раз. А почему никак? Потому что мне так хочется. А почему вам так хочется? Ну, я что, все свои желания буду с вами согласовывать? Почему не будете? Ты тупой, что ли, не могу понять? Мне неинтересно, что я это разговариваю. Мне тоже неинтересно разговаривать о вашей задолженности, Тогда раз тебе неинтересно, а ты все равно это делаешь. Нельзя делать то, что не нравится. А вы где работаете? Я где-то работаю. Вам платит зарплата? На работе, работником я работаю. Вам платит зарплата? Я уже следующий вопрос задам. Мне на свадь, что ты задал, мне неинтересен такой вопрос. Я знаю, что вам неинтересно. Если вам неинтересно, тогда мы можем прекратить разговор. Мы должны оплатить. Мы можем повесить трубку и убиться об стену. Можете что-нибудь еще придумать интереснее? Это за деньги только. Давай 5 тысяч рублей, и я еще что-нибудь придумаю. У вас деньги есть? Ну, у тебя, наверное, есть. Вы не намерены решать вопрос конструктивно? У меня нет никакого вопроса. Как я могу решить то, чего нет? Ну, сам подумай. Очень жаль. Оказывается, от оплаты вы не имеете права. Ага, что происходит, обязательно. Российская Федерация вам об этом говорит. Вам надлежит в течение суток произвести оплату на закрытие. Сумма долга на сегодня 53 346 рублей 52 копейки. Мне неинтересно. В правовольном порядке требование об оплате будет использовано? Я не знаю, будет оно использовано. В туалете, если только задницу в этом требовании. Отказ от оплаты фиксирую, руководство передам информацию. Очень жаль, что нам не удалось с вами договориться. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Алексея Александровна Витохина, Сергей Петрович. Это вы верно? Это я, да, верно. Вы совершенно правильно попали. Звонок поступил с микрокредитной компанией в экзаймом, как академическая, ведется запись телефона. Слушаю вас. Дата рождения, надеемся, дата рождения. Нет, я вытрезвителем всяким даты рождения не называю, вот что с мобильного номера какого-то. Я вам представилась, у меня хорошо звучит. Да, мне поевать, это мага английской королевы, представится тебе. Печально, что вы решили мне вдруг свое воспитание продемонстрировать. Ну, нет, вы демонстрировали свое воспитание. Ты подъезжай, я продемонстрирую. Не нужно, нет в этом необходимости, можете родителям показывать. Сергей Петрович, если это вы, застраивайтесь на конструктивный диалог, на выраганной линии 2-й связывайте. Скажи, пожалуйста, это серьезно можно поговорить. Не регулируйте все, имеющиеся вопросы с компанией веб-займ. Если вы сегодня на работу с Грюзной, то пришла и начнется. Иными способами, в рамках действующего законодательства. Ясно вам? Здравствуйте. Здравствуйте, даже трубку не швырнули, ничего себе. Скажите, Анна Викторовна знакома вам? Анна Викторовна знакома мне, а вам? А кем-то приходится? Кем-то приходится, ты почему интересуешься? Ну, а вы, пожалуйста. Отказывайте в твоей просьбе. Компания вилеется инспектор Сильник Ольга Николаевна. Инспектор Сильник, вот это да. Вы ей наш номер телефона можете передать? А вы мне твой номер телефона нужен, объясни мне, пожалуйста. Ну, а вы, пожалуйста. Отказывайте в твоей просьбе еще раз, ты глухенькая или тупенькая, да? Всего доброго, до свидания. Всего, ты уже убегал. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Балтина. В специальности инвестирова Оксана Геннадьевна ведет запись разговора. Мария Николаевна знакома вам? Очень может быть. А ты что хотела? Кем-то приходится на вы, обстоятельства? Мария Николаевна, кем-то приходится? Вы обстоятельства со мной, конечно, я не возражаю. Кем приходится, Мария Николаевна? Она мне приходится на вы обращаетесь. Так и приходится. Так, Максим, отзванки получаем, да? Конечно. Здравствуйте. У меня зовут Бесвалова Наталья Юрьевна, дело в застоянии банковнику. Скажите, нам знакома Анна Максимовна? Очень может быть. Скажите, пожалуйста, вы и кем приходите? Я кем-то прихожусь. К вам как могу обращаться? Ко мне по традиции, мой султан. Дело в том, что Анна Максимовна имеет нерешенный вопрос в нашем банке. Ну, мне же неинтересно ее нерешенный вопрос в вашем банке. Я понимаю ваше недовольство. Мне нет недовольства, мне просто неинтересно. Поэтому вас и уточняем информацию. Вы с ней как давно в последний раз общались? Как-то давно общался, да, очень давно. Ну, вам вообще известно ее взаимоотношения с банком? Вообще не известно ее взаимоотношения с банком. А к вам обращалась она за финансовую помощь? Нет, не обращалась. А к вам она обращалась? Вы знаете, по какому номеру телефона может быть доступно? По сотову может быть доступно, да. По сотову 11-значному, может быть вполне доступно. Я объясняю, что мы не можем на нее дозвониться. Вы можете продиктовать номер, по которому есть, не связываясь? Может быть, у нее дополнительный номер есть? Или знаете номер, который в этой дизлительной, или друзей? Да, да, да. Есть у вас возможность продиктовать этот номер телефона? Нет, конечно, ты же мне сейчас 2000 не заплатишь, а бесплатно я не работаю. Как только тогда Анна Михайловна Максимовна, извините, выйдет с вами на связь, вы, пожалуйста, передайте ей тогда, что звонили из банка Тинькофф. Чтобы он тогда сама с нами связал с этой информацией. Можете ей передать эту информацию? Ну, пару тысяч рублей кидать, могу, конечно. Вам когда можно будет перезвонить, чтобы узнать? Вы можете передать информацию? Ну, когда-то можешь перезвонить, конечно, я не знаю. Можешь никогда перезвонить. Меня вас услышала, всего доброго. ЗВОНОК ТИКЛЕЙСКИ ЗВОНОК ТИКЛЕЙСКИ Алло. Да, здравствуйте. Микрофинансовая компания «Вэбанкир» Козлова Екатерина Андреевна. Финансовая компания «Акстандра» Но могу услышать? Нет. Вы уже звонили. Мне таким вы не приходите. С тем-то прихожу. Сегодня? Да. Сегодня не звонили? Нет, сегодня не звонили. Ну, хорошо, я знаю, что звонили. А Виктория Александровна сможет на связь видеть? Да нет, конечно, вы уже звонили сегодня. А нас нарушитель не разговаривает. Да не звонили сегодня, мужчина. Виктория Александровна должна обязательно с компанией «Акстандра» связаться. Нет, вообще не нужно, абсолютно я это. Ну, компания «Мира» начинает принимать тогда. Конечно, давно по врачу. Мы обходим с Главием Гурьем Викторией Владимировной. Мне все равно, что с меня обходим. Виктория Владимировна лично на телефон. Мне плевать, куда ты звонишь. Можешь в колокол звонить. Виктор. А ты кто? Мужой Федори Валерий Владимировна. Отлично, я очень рад. Мне аплодировать или сочувствовать? Здравствуйте, меня зовут Воровикова Маргарита Анатольевна. Компания «Вэбзайм», МКК «Академическая». Наш разговор записывается. Виктория Владимировна, я могу... Нет, она похмелялась. Ей не нужна алкоголическая. Что я ей не нужна? Алкоголическая ваша не нужна. Она уже с утра похмелялась. А, так я ей ничего не предлагаю. Ты заговоришь, что МКК «Академическая». Ну, вообще-то «Академическая». Я как могу к вам обратиться? Ко мне может обращаться Петрович, директор вытрезвителя. Ладно, мужчина, как она придет к тебе передать? Компания «Вэбзайм»... Ей звонили в компанию «Вэбзайм». Как я передам? Звонила к алкоголической, хотела тебя похмелить? Для нее есть важная информация. Важная информация, она ей не нужна. Передайте заранее... Да, для этой... Алло, здравствуйте. Здравствуйте, у вас кто вы? Это компания «Вэбзайм» Андрея Евгеньевна Александровна. Разговор записывается. Скажите, Татьяна Александровна, знакома вам? Очень хорошо знакома. Но вы почему не интересуетесь? Ваш номер указан как дополнительный для связи. А вы передать можете номер телефона? Что еще раз? Вам набрали. То есть вы не знаете, Татьяна Александровна? Я знаю такую, но этот номер не мог быть указан. Мог, просто указан из Куромчина, Наталья Александровна. Хорошо. Так вы можете передать Татьяне Александровне на номер телефона? Нет, конечно, я бесплатно не работаю. Бесплатно не работаю? Как вы сейчас выявите на телефон? Тогда и так Татьяне Александровне, она оплатит вашу услуги. Она, наверное, с этой целью и указывала вас на номер телефона. Хорошо, я не пишу. Интересно, что же я у вас просила? Передать информацию. Ну, сделаю такие выводы вообще. Ну, хотите, не передавайте, вам же звонят, не мне. Мне это все равно. Мне тоже не мешает. Звони, будешь чаще на мужской половой орган ходить. Очень страшно. Так испугали меня? Вообще, я смотрю, ты прямо затряслась отсюда, я слышу, как у тебя ноги даже... Да, 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 все правильно, все верно. Очень страшно. Вы нас очень сильно испугали. Это не помешает нам вам. Отдел по работе с проблемными займами ООО. МФК «Быстроденьги». Меня зовут Журавудзинов Илья Мгельманович. Поговор записывается. Кристина Александровна, могу я по телефону услышать? Я Нариманович? Да, я же представился. Нариманович, это у тебя папа звали Нариманович, который в песне, да, поет? Нет, неправильно. Мне просто интересно, что отчество необычное. Я не то, чтобы я там тебя это... Как это? У меня отчество не Нариманович. А я думал, ботиночки он наносит Нариман. Это ты? Нет? Я же вам сказал за то, что нет. Ну вот. Кристина Александровна, по этому номеру когда сможет ответить? Никогда. Попробую позвонить. Никогда. Никогда. Как только ее увидите, напомните, напомните, что их быстро деньги звонили. Хорошего вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok